Всем привет, с вами я, Ника Ленина, и пятый выпуск, ваша озвучка для Ники. Прошлый выпуск у нас был вау, супер, первая десяточка от меня улетела, вот чтобы не говорили, что я никому не могу поставить 10 баллов в матку. Итак, чем же сегодня вы нас порадуете? Ну что же, давайте слушать. Итак, прослушаем отрывок озвучки от первого участника, Руслана Ибрагимова. Долго объяснять. Голос довольно приятный, зычный, чем-то мне напомнил нашего Балфора. Слушать приятно, легко, поэтому могу смело поставить 2 балла. Почему только 2? Ну, потому что я сомневаюсь в универсальности данного тембра. Есть небольшие проблемы с шипящими, а также с самим выговариванием слов. Нужно чуть более четче произносить фразы. Стоит немножко поработать на дикции, и все будет замечательно, 2 балла от меня. Слышно, что ты стараешься, Руслан. У тебя изменяется тембр голоса, когда ты переходишь на девочку, но ты быстро скатываешься. Нужно зафиксировать в себе манеру и подачу, и я думаю, что все у тебя получится. За характеры тоже 2 балла. Не скажу, что твоя озвучка меня поразила, поэтому дополнительный балл ты не получаешь. Но всего 6 баллов, ты молодец. Я думаю, что с опытом и практикой у тебя все-все-все получится. От себя еще добавлю, поработай над разноплановыми персонажами. Поозвучивай девочек, женщин, мальчиков, мужчин, дедушек, бабушек. Посмотри, как работает твой голосовой аппарат. Хотелось бы, чтобы твой голос был более гибким, более универсальным. Присылай в следующий раз свою озвучку, я обязательно ее послушаю еще раз. Удачи! Переходим к следующему участнику, Валера Тян, и ее эпизод. Канами-сан, извините, что так поздно. Канами-сан? Что такое? Нам надо с вами поговорить. Извините, сейчас я не могу вас спустить. Тогда выслушайте нас через дверь. В округе есть дома, в которые внезапно вернулись их жители? Или дома, которые должны быть пустыми, но из них доносятся голоса? Нет. Что-то случилось? Нет, не случится. В этом году произошла такая странная вещь, как частные смерти. Вот мы и решили, что пора с ним что-то сделать. Мы прогоним вредителей. Вредителей? Вы собираетесь изгнать демона? Да, именно так. Если хотите помочь, идите в святилищу. Или нужно запретить в доме? Хорошо. Мне не хватает от тебя уверенности, Валера. Ты звучишь очень напряженно, очень скованно. Поэтому полная красота твоего голоса, а я уверена, она есть, не раскрывается. Собственно говоря, из-за этого я и ставлю тебе два балла. Хотя, если бы ты была чуть поувереннее, чуть понастырнее, что ли, тройка бы от меня была однозначно. Здесь похоже, у тебя есть проблемы с шипящими, дефекты с R и вообще четкость выговаривания слов у тебя пропадает. Все фразы сливаются в одно и некоторые слова даже сложно разделить между собой. Это тоже легко исправляется, потому что явных проблем у тебя нет. Но, к сожалению, больше единички я поставить не могу. Недостаточно. Ты показываешь интонации, эмоции действующих лиц. Они, конечно, все женщины, но тембры-то у всех разные. У тебя они звучат одинаково. Единственная главная героиня, которая, судя по всему, очень напугана, ты озвучиваешь чуть тише. Женщин же, которые пришли к ней, чуть громче. Этого недостаточно, потому что видно, что главная героиня напугана и напряжена. А ее посетительницы, наоборот, уверены в себе, активны. И видно, что они чем-то одержимы. Я не могу сказать, чем, потому что не знаю этого аниме. Поэтому, к сожалению, только один балл. Балл от меня ты не получаешь, потому что работать, работать и еще раз работать. Всего 4 балла. Достаточно неплохой результат. Валера, я думаю, что тебе стоит больше слушать оригинальных сэй, больше пытаться спародировать что-ли, пусть и грубо, но как-то так. Спародировать их манеру, спародировать их интонации. Не в плане окончаний, а именно самой подачи голоса. Ну и разрабатываем речевой аппарат, потому что звуки, слова, фразы должны звучать отдельно друг от друга и достаточно четко для того, чтобы было понятно, кто что говорит. Удачи тебе! Переходим к нашему последнему участнику, Гене Мардвинцеву. И слушаем его эпизод. У-у-у-нич-то-жить. Искать, найти, у-у-нич-то-жить. Что это такое? Далек. Что? Далек. Что такое Далек? Не важно, просто Далек. Да ты ничего не объяснил. Просто одно и то же слово твердишь. Что это такое? Инопланетная военная машина. Самая смертоносная на свете. И толстая. Что? Да ему в жизни в ту дверь не пройти, он просто не пролезет. Это экзоскелет. Экзоскелет, управляемый сверхразвитым мутантом, запрограммированным уничтожить все живое. Так что, пожалуйста, давай потише. Очень забавная озвучка получилась у Гены. Ну, что я могу сказать? Голос отличный, универсальный. Я понимаю, что здесь есть элемент прикола и небольшого стеба, если можно так выразиться. Но смело за голос ставлю троечку, потому что он податливый и довольно приятный. Дефекты речи. Ну, здесь все хорошо, здесь все замечательно. В принципе, комментировать особо ничего не надо, троечка есть. Характер и персонажи. Это единственное, где я сниму один балл, потому что, ну, я понимаю приколы приколами, но изменения в голосе должны быть не за счет искажений, а все-таки подачи, подачи персонажей. Здесь, ну да, утрировано, но не могу, не могу при таком эпизодике поставить тройку. Поэтому два балла. Балл от меня однозначно получаешь, потому что, ну, забавная, забавная озвучка. Я поулыбалась, меня это порадовало. Поэтому, что могу сказать? Девять баллов от меня? Ну, супер, отлично. Я думаю, что если бы эпизодик от тебя был немножечко посерьезнее, я бы смогла уловить четкое разделение между персонажами на женские, мужские, а также отыгрыш диалогов, была бы твердая десяточка. Но в целом ты молодец. Если получится, присылай еще свою озвучку, и думаю, высший балл тебе обеспечен. Вот таким у нас выдался пятый выпуск «Ваша озвучка для Ники». Совсем скоро я начну опять принимать ваши ролики, ваши работы на мою оценку, так как остается все меньше и меньше интересных работ, на которых я бы могла вас чему-то научить. Я надеюсь, что новая волна ваших работ меня порадует, и мне будет чем с вами поделиться. Ну что же, ждите следующий выпуск «Вашей озвучки для Ники». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, что там еще нужно делать. И до новых встреч! Па-па! Ищите аниме с любимой озвучкой, но не можете найти? Не отчаивайтесь, заходите на Нидап Онлайн. Здесь вы всегда сможете найти анимешку на любой вкус и с любимой озвучкой. А широкие возможности поиска помогут вам найти именно то, что вы искали. Но если вы все равно не смогли найти интересующий вас сериал, у нас есть раздел «Вопросы», где вы без труда сможете найти ответ. Нидап Онлайн. Заходи, смотри, отдыхай! Субтитры создавал DimaTorzok